Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня будем читать 26 главу этой книги. Здесь говорится о повторной переписи израильтян, годных для войны. И мы читаем. «После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». Здесь говорится от 20 лет и выше, но не называется как бы сначала предел возрастной. Это значит, ситуация становилась хуже и всех способных от 20 лет и выше могли брать тогда на войну. Как во время Великой Отечественной войны была не только действующая армия, но и народное ополчение, куда брали людей, которые в обычное время считались негодны к службе. «И сказал им Моисей и Елеазар, священник на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской». Дальше идет исчисление, начиная с Рувима, первенца Иакова, и оканчивается исчисление. Здесь сыны Нефалима по поколениям Нефалимовым исчислено стокото-стокото, то есть перечисляются все колена. И 51 стих. «Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых – 601 730». Выше перечисляются имена колен и количество в каждом колене, а общее число – 601 730. Я уже говорил, что не всегда числа совпадают при повторении, при новом описании, потому что числа в Писании имеют иногда чисто сугубо символическое значение. «И сказал Господь Моисею, говоря», это 52 стих, «сим в удел должно разделить земли по числу имен». То есть, когда войдут землю обетованную, им надо каждому колену дать на дел земли. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должны разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. То есть, забота должна была проявляться о каждом колене еврейском, исходя из количества людей в каждом колене, а не из достоинства колен. Потому что мы знаем, что царское колено – это июдина, однако перечисление здесь начинается с Рувима. А Рувим – это был блудник, который взошел на постель отца своего, чтобы переспать с его наложницей. Далее. Повторная перепись всех левитов и их сыновей старше одного месяца. Почему старше одного месяца? Считалось, что если месяц ребенок, младенец прожил, то, скорее всего, все будет нормально. А до исполнения месяца, как бы еще не ясно, выживет он или нет. Сии суть, вошедшая в исчисление левиты поколением их от Герсона, поколения Герсонова, от Каафа, поколения Каафова, от Мирари, поколения Мирарина. И далее перечисляются другие имена. И 62 стих. «И было исчислено 23 тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше, то есть левитов, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им вудел среди сынов Израилевых». То есть земли им не давали. Почему? Чтобы они жили как бы рассеянные среди каждого колена. Смысл такой. Левиты и священники, они были нужны всем. 63 стих и ниже. «Вот исчисленные Моисеем и Илиазаром, священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавицких у Иордана». То есть сейчас они перейдут к Иордану, там уже земля обетованная. Но мы знаем, что Моисей не войдет в землю обетованную. «Против Иерихона». То есть это та часть реки Иордан, которая недалеко от Иерихона. О том, как евреи одержат победу над этим городом, рассказывается в книге Иисуса, сына Навина. Это произойдет чудесным образом. «А в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном, священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской». То есть их не смешивали с мирянами, скажем так. «Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонина, Иисуса, сына Навина». Здесь и другой смысл просматривается. Из всех перечисленных не было тех, которые оказались под проклятием, что они в течение 40 лет вымрут в пустыне. И они уже вот к этому моменту, когда народ стоял перед Иорданом, напротив Иерихона, все умерли. То есть все те, которые выходили взрослыми из Египта, но только их дети, новые поколения, которые воспитаны были в свободе, без чувства рабства в сердце, они подошли к границе Святой Земли. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами 26-ю главу книги «Чисел», и в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 27-ю главу этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok